Ежегодно 6 августа в Хиросиме проходит церемония мира, посвященная трагическим событиям 1945 года, когда две атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросиму и Нагасаки, вооруженными силами Соединенных Штатов Америки на завершающем этапе Второй мировой войны. Общее число погибших составляет около 160 тысяч в Хиросиме и 80 в Нагасаке. 6 августа в этом году прошла традиционная Хиросимская мемориальная церемония мира, чтобы вспомнить и помянуть жертв ядерного оружия и помолиться за установление мира. В этом году по приглашению Японии в церемонии мира по случаю 75-й годовщины бомбардировки принял участие и Слаутич в онлайн-режиме. Это уважение к нашему городу за налаживание партнерских отношений и проведение в Слаутище большого количества культурных мероприятий. Место Хиросима, как птах феникс, что поставил попел. И сегодня весь Слаутич и вся Украина солидарна с нашими японскими друзьями, с всем японским народом. И мы вшановуем память каждого загибшего, каждого, кто потерял своего близкого в этой страшной святой трагедии. Украина и Япония в своей новой истории имеют общие трагедии. В святой истории они отмечены, как вызовы атомных пробуждений. Хиросима и Нагасаки, Чорнобиль и Фокусима. Они всегда изменили сознание наших народов. Мы знаем эту боль втрат. Мы знаем эту боль втрат близких, родных. Мы знаем, как консолидовать и помогать один одному. И не только историю изменена цими событиями. Наши народы, как никто в мире, понимают ценность мира и не использование ядерного оружия. Слаутич тесно связан с Чорнобильской катастрофой. Ищеречно, в ночь с 25 на 26 квитня, мы проводим очень эмоциональную церемонию шанувания наших загибших, наших ліквідаторов на центральной площади города. Когда собираются почти все жители и мовчки покладают квиты біля нашего памятного знака. Зазвичай в си дни в Славутичу проводится науково-практическая конференция проблем взятия эксплуатации атомных электростанций. И японские ученики – постоянные участники цієї конференции. А два года назад в ней принял участь живый святок бомбардувания в Нагасаке – пан Ихара Тайочи. И было очень здорово видеть, когда он покладал квиты біля нашего мемориалу, вшановывая память наших ліквідаторов. Завдячуючи нашему доброму другу и партнеру, пану Минору Ватанабе, Славутич пізнає и японскую культуру. Запам'ятался визит до Славутича всесвітньо-відомого кутюрье президента асоціації Окигарі Кібоши Кінзо Такада. З экспозицією Окигарі Кібоши сьогодні можна познайомитись у дитячей школі мистецтв Славутичі. Яскраві герніки, створені дітьми Хиросими та Нагасаки, розміщені на фасаді Палацу дітей та молоді. Зроблені дітьми Славутича паперові журавлики миру були відправлені до Фокусіно. Майстер-клас майстрів-художників комиксів «Магна Ка» збагатив творчу молодь Славутича. А динамічний запальний виступ ансамблю самураїв «Камуй» зібрав повну залу глядачів кіноконцертного комплексу. Японський художник-флорист з святовим ім'ям Азума Макато створив дивовижну флористичну композицію прямо на центральній площі нашого міста. Славутичан радує алеї квітучих саку, які символізують дружбу українського та японського народів, а квітка сакури, яка має п'ять полюстків, завжди буде нагадувати про п'ять важливих аспектів життя. Удачу, процвітання, здоров'я, радість та мир. Кроме приветствия міра Славутича, в Японію відправили і відеозапись виступлення славутичських дітей.